Внимание! Данная программа является памфлетом и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. Здорово! Привет, Ванька! А что, смотри, не только белочки сейчас собирают урожай шишек, но это тоже. Очень смешно. Просто выходил из подъезда и башкой ударился в дверь. Ну ты все еще раз рукой дверь открывай, а не башкой. Из-за того, что-то еще больше головы начинают болеть. Ты еще раз пойди, стукнись и пройдет. Слушай, ты не заметил, что у тебя с подъездами все время какие-то проблемы? В смысле? Ну, в прямом. У тебя все время в подъездах какие-то приключения. Пару лет назад тебя хулиганы какие-то в подъезде побили. А, ну, не, ну, то забавная история была. Моя потом не поверила, что это ссадина, а подумала, что помада. Так мне пришлось догонять их и умолять, чтобы они ей объяснили, что-то они меня побили. А то она бы меня точно убила бы. А тот случай, когда какой-то мужик у тебя прям перед дверью спал, и ты не мог на работу выйти. Ну, так вот часто бывает и со многими так что-то. Ага. А когда ты возле лифта эту туфлю женскую какую-то нашел и подумал, что это Золушка. Ну, это потому что я романтик. Да. Но только потом выяснилось, что эта туфля выпала из гроба покойной бабушки, которую везли их хоронить. Получается, я искал Золушку, нашел спящую красавицу. Ай-яй-яй. Слушай, а чего ты вообще сюда клонишь? Не знаю. К тому, что тебе, наверное, надо быть в подъезде поосторожней. Ну, или переехать в дом на земле. Да, сейчас. Переехать в дом на земле после всего того, что я сделал для нашего подъезда? Ничего, что-то благодаря мне наш подъезд не превратился в помойку. Потому что я договорился, чтобы в него поставили домофон. Ты, может, договорился? А кто-то жильцов собрал денег. А это, значит, тоже практически невозможно. Ну, ладно, тут хорошо. Тут ты мне помог. Ну, а дальше? Картины кто везде повесил? Я. Возоны с цветочками на всех этажах кто расставил? Я. А договорился, чтобы пришли раз в неделю, убрали, помыли полы во всем подъезде. Все, я договорился. Поэтому я буду решать эту проблему и наводить в подъезде порядок. И что ты делать будешь? Что? Пойду и прикручу лампочку. Потому что какой-то придурок ее выкрутил. Из этого я ее головой ударился. А ты что, типа, у нас этот министр энергетики и инфраструктуры в подъезде? Типа Андрея Спынов. Ну, да. Нет, подожди, было бы с пыльным вместо меня, то у нас бы в подъезде не то что в лампочке, у нас бы подъезда бы не было. Да, это школа парашютного спорта. Что? Зацепились за линию электропередач? Да, это беда. А, подождите, повесите пока на линии, тут ко мне клиент. Да, да, сейчас перезвоню. Да, заходите. Здравствуйте, к вам можно? Здравствуйте, конечно, заходите. Господин Спынов, как я рад вас видеть. Тоже очень приятно. Это, вы занимаетесь прыжками с парашютом? Конечно, я. Самая лучшая школа парашютного спорта. Я выбрасывал из самолета самых лучших людей в этом мире. Джейсона Стетхэма, Лазуна Антоя. Ничего себе. И что, прям все приземлились? Здорово. Тогда меня устраивает. Итак, начнем по порядку. Сколько стоит один прыжок с парашютом? 100 долларов. Всего 100 долларов? Да. Странно. Я за прыжок с одного министерского кресла в другое гораздо больше получил. Ну, извините, у нас дешевле. Ну, кто на что учился. Итак, самый главный вопрос, который меня мучает. Что делать, если вдруг не раскроется парашют? Ну, тогда второй прыжок за полцены. Интересная схема. Только так не работает с ценами на газ. Так, есть еще один нюанс. Я очень сильно хочу прыгнуть с парашютом, но я очень сильно боюсь высоты. Как быть? Ой, да вы не волнуйтесь сильно. Вы там будете лететь всего лишь 30 секунд в этом свободном падении. Ха, прям как бюджет Молдовы. Правда, он не 30 секунд, а 30 лет в свободном падении. Ха-ха-ха. Я понял, да. После этих 30 секунд вам надо будет просто дернуть вот так за кольцо. Так что даже не волнуйтесь, все будет чики-брики. В смысле? Да я не взял его с собой. Я специально бурчалку дома оставил, чтобы, не дай бог, там с высоты оно не упало мне. Потом и где я буду его искать. Да не, не, надо дернуть за парашютное кольцо. Понимаете? Чтобы парашют раскрылся. А, ну да, все понял. Дернуть за парашют, кольцо раскроется. Мэй, не надо дергать за парашют. Если вы дернете за парашют, то ваше кольцо сожмется. Надо дергать за кольцо, чтобы парашют раскрылся. А, да я понял сразу, что вы мне тут это самое, ну, морочите голову. Просьба у меня есть. Мне бы очень сильно хотелось вот полететь и прыгнуть на своей родине. Ну, так все нормально. Мы же молдавская компания, как раз летаем над Молдовой. Нет, вы не поняли. Я имею в виду про Румынию. А, вы извините, пожалуйста. Это же воздушное пространство другой страны. Мы не можем там летать. Жалко. Было бы куда приятнее приземлиться на румынскую землю, чем на молдавскую. Ну что, инструкцию вы прошли. Сейчас я вам выдам парашют. Пойдете к пилоту и будете совершать свой первый прыжок. Подождите, а зачем парашют у меня свой есть? В смысле свой? А что, трусы парашюта не считаются? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да все, все, шутка. Просто пошутил, чтобы, так сказать, ну, разрядить немножко обстановку. Я же тоже как бы, ну, это самое, ну, переживаю. Давайте парашют, и все, я пошел прыгать. Шуточки у вас, конечно, господин спыну. Вот. Пожалуйста, ваш парашют. Не забудьте дернуть за кольцо. Все, понял. Дернуть за кольцо, чтобы не судить за кольцо. Да. Все, встретимся с вами на земле. Да, да не переживайте вы так. Не переживайте вы так. Ну, вы, вы, эти линии уже давно обесточены. Извините, пожалуйста, повестите еще немного. Я не понял. Это что вообще за беспредел происходит? Господин спынул, а что с вами? Я пока доехал до этого поля. Залез вот этот несчастный кукурузник. Взлетели. Прыгнул. Там от страха дергал за все кольца, что можно. А тут достают в сумке какие-то несчастные тетрадки, дневники, учебники. Ваше счастье, что я когда летаю, люблю читать. Как вы это объясните? Извините, пожалуйста, господин спынул. Так неудобно получилось. Я, видимо, утром это сына в школу собирал и рюкзаки перепутал. Вот, наверное, у них там в школе, они там смеются с этим парашютом. Очень смешно. Прямо обхоходишься. Знаете, как мне было там смешно наверху, на мосте 3 километра. Повезло, что я взял с собой все-таки свои эти трусы-парашюты. Пригодились. Как будем решать? Я прошу прощения и сильно извиняюсь. Ну, как я и обещал, 50% скидка на следующий прыжок. Вам повезло, что я падки на скидки. Все, заправляйте все кукурузник. Я еще раз за три сегодня буду пролить. Что-то копчик болит. Удачи! Держите, парни. Я вас сейчас кормлю, но только договоримся. Я, когда умру, на мой памятник не гадить. Поняли? Вот, курлы-курлы, молодцы. Это просто капец какой-то. Чего ты ржешь? А ты что, на этот раз что? Иди в баню. А что, Ваня, что случилось? У тебя в подъезде Майк Тайсон толкнул? Или ты просто фанась себе поставил, чтобы светло было? Я не знаю, я в шоке просто. Пошел купил лампочку, вкрутил ее в подъезде. Пошел перекусить, выхожу, а я уже нету. Ну вот я опять долбанулся. Да, ну ты даешь, конечно. Смотри, дело набирает новые обороты. Это уже рецидив получается. Ничего-ничего. Я поймаю того, кто в три клампочки. Слушай, Ванька, мне кажется, тебе нужен Шерлок Холмс. А то, если он не придет, то на болотах вместо собаки бы скрывили, будешь быть ты. Если что, я придумал кое-что получше. Вот. Устроим тактическое наблюдение. И будем наблюдать за теми, кто выходит из подъезда и заходит. Так и выяснили, кто турит лампочки. А вам не надо на работу, мистер частный детектив, а? Не-не-не-не. Я да и такого дела даже взял выходной. Я такой фигней со времен школы, мне кажется, не занимался. Там кто-то выходит. Какая же моя учительница со школы? Элена Растепановна. Ничего себе. А, кстати, она у меня математику преподавала. В смысле? У меня тоже. Вань, мы с тобой в одном классе учились. А, ну да. Это просто давно было, я забыл. Хе-хе-хе-хе. А, кажется, вам знакомое. А, точно. Также мою классу руководительницу звали. А, как она идет. И выглядит прям как моя учительница. Да ладно. Это же оно и есть. Вот это сейчас будет шоу. О-хо-хо-хо. Здравствуйте. Вышли и зашли нормально. Что, простите? Вышли, говорю. Зашли в машину как положено. Хорошо, да. Извиняюсь. Здравствуйте. Можно? Входите. Так, почему опоздали на урок? Я прошу прощения. Просто у вас где-то автошкола во дворах. Тяжело найти, извините. А интернет вам на что? Хотя какой интернет на кнопочном телефоне? Ладно, где сменка? Сменка? Да, сменка. Я только что сделал чистку салона. То вы зашли и своими ногами попачкали. Пока не перебудьтесь, урок не начнется. Так, я не поняла. Вообще, я очень сильно возмущена. Почему вы так со мной разговариваете? Я, между прочим, педагог с многолетним стажем. А сейчас здесь я, педагог, с многолетним стажем. Ну, в вождении, в смысле. Вопреки всем вашим ожиданиям, Ирина Растепановна. Подождите. А мы что, разве с вами знакомы? Знакомы. Витя Петреско, это ты, что ли? Вы посмотрите, он учителем вождения стал. Я думал, ты в тюрьме будешь сидеть. А вот не сижу в тюрьме, а преподаю в своей собственной автошколе. И не Витя, а Виктор Сергеевич. Попрошу без фамильярности. Вы посмотрите, люди добрые. Какие слова, он знает, фамильярности. А в школе в слове мама три ошибки делал. Смеетесь, да? Ну, ничего, сейчас я вам задам пару вопросиков. И посмотрим, кто будет смеяться последним. Ха-ха-ха. Ой, как здорово. Я даже не мог представить, чтобы не выполнить шанс покпитаться с вами, Элеонора Степановна. Всю жизнь манчаркой, манчаркой. А тут оп, и джекпот сразу. Ха-ха-ха. Я прошу прощения. Мне супруг звонит. Я отвечу. Звонок, Элеонора Степановна, для учителя. Алло, да. Нет, это не ватрушечка. Ваша ватрушечка сейчас проваливает экзамен по вождению. Да. Так что она гореть не может. Так, пройдемся, значит, по теории. Какая максимально допустимая скорость езды по городу? Ну, так уж 70. Я забыла. Да ладно. А голову дома не забыли? Ха-ха-ха. Всегда мне это сказать. Ха-ха-ха. Так, второй вопрос. Как нужно правильно менять запасное колесо? О-о-о. Терема Пифагора. Вспоминаете. Пифагоровые штаны во все стороны равны? А, нет, нет, не это. О, логарифмы, вот. Подожди, Витя. А как логарифмы помогут менять колесо? А никак. Элеонор Степановна. Никак. И нигде в жизни мне логарифмы не пригодились. А я их четыре раза пересдавал. Витя, ну что ты хочешь? Это что, как будто это я придумывал. Это школьная программа. Не могла я тебе другое преподавать. А тем более, когда ты ничего не знаешь, не могла тебя до экзаменов допустить. А вот теперь я могу спокойно не допустить вас до экзамена. Так что встретимся на пересдаче и всего доброго. Как пересдача? Я теорию на 100 баллов сдала. Я всегда все с первого раза сдавал. А какая пересдача еще? А вот так. Все просто, не переживайте. Я благодаря вам тоже говорю, четыре раза пересдавал и на второй год оставался. Ничего с вами не будет. Так что всего доброго, хорошего дня вам. Давайте, давайте. До свидания. Кстати, Элина Растепановна, на следующий урок мы собираем по 200 лей на новую обшивку салона. Зачем? Вот именно, зачем? И каждый год я задавал этот вопрос, когда вы говорили, собираем деньги на новые шторы. Все, всего доброго. Хороший день. Ну ладно вам, Элина Растепановна, простите, не прав был. Я вначале разозлился на вас, а потом подумал, что это я. Сам верно вам, что на второй год остался. Надо было ходить на уроки, нормально учиться. Да и тем более, отчасти, благодаря вам я стал таким упорным. И добился всего, что у меня сейчас есть. Вот, автошкола своя. Витенька, ты мой хороший. Да и тем более, как я могу не допустить вас до экзамена, когда у вас 100 по теории. Вот. Но насчет двух столей я не шутил, собираем на новую обивку. Ну, Витя. Ладно, ладно. А шоколадку за вредность можно. Ну, шоколадка так и быть. Скоро, тем более, день учителя. У меня их будет. Ого-го. Слушай, а ты не хочешь в школу можешь зайти, вспомнить, так скажем, былое? У нас в учительской новые шторы, кстати. Красивые. 40 лет на них собирали. Ну, давайте, чувак. Иди. Ну, где ты, а? Зажазы. По-любому, рано или поздно выйдешь. Скоро вам появится. Слушай, Вань, может, пойдем уже, а? Может, отбиты часто им, а зашло только три человека. И причем все жители нашего подъезда. Да и мне кажется, у тебя в этом твоем плане есть чуть-чуть пробелы. Вдруг эти лампочки ворует человек, который живет у нас в подъезде. Серьезно? Я об этом даже не подумал. Ну, тогда пора пробегнуть в плану С. Кому еще плану С? Просто, когда заходишь в темный коридор, достать из кармана телефона и включить фонарик? Нет, не просто. И тебе я не скажу. У меня, между прочим, все по подозрениям. В смысле, на что ты намекаешь? Ты вообще с ума сошел? Это ты с ума сошел. У нас во дворе появился вор, который дарит лампочки. Ты так спокойно к этому относишься. Да какой вор? Ты всего лишь лампочки. А ты всего лишь терпила. Сегодня он лампочки ворует, завтра он твою хату обчистит. И ты так спокойно к этому всему относишься, да? Да, завидую я тебе. Тебе пить даже не надо, чтобы тебе белочка пришла. В смысле белочка? Ты что, наверное, думаешь, что белочки берут лампочки? Да не, не может быть. Да, конечно, параноик ты жесткий. Но в этом году я тебе точно на день вина не возьму. Потому что ты съешь свой карнаце и скажешь, что у тебя его украли. Макс, вот как ты можешь в такие моменты думать о дне вина? Потому что я молдаван, Ваня. А для молдаван день вина – это самый главный праздник в жизни. Важнее даже, чем Новый год и день рождения мамы. Здравия желаю, бойцы. Санитати. Фериджири. Хайдунок. Так, я не понял. А почему выстрелились не по росту? Мы выстрелились по росту в степени ожирения. Приемлемо. Итак. Ох. Ох. Мы – отряд винно-коньячных войск, сокращенно ВКВ. Столкнулись с очень опасным заданием. Мы должны пережить день вина. Два. Два дня вина. Молодец, сержант Толбурил. Бой будет очень серьезным. Нас ожидают точечные удары в районе печени. А также нашествие вертолетов. Ну, в том случае, если кто-то из вас решит пролечь. Ну, зама нам в подкрепление. Подкрепление в виде замы ожидается лишь на следующий день, лейтенант Бадон. Будем. Так, лейтенант Бадон, выйти из строя. А ну-ка, дыхните. Так, я не понял. Лейтенант Бадон. Ты что, трезвый? Нет. Я просто стоял рядом с трезвыми, они на меня надышали. Ты что, вчера не пил во время алкомарафона? Никак нет. Извиняюсь, товарищ генерал. Исправлюсь. Три стакана вне очереди. Упал, нажрался. Будет выпито, товарищ генерал. Только посмейте меня позорить. Запомните, мы не пехота. Мы алкота. Вы обязаны будете пройти в центр. Танцевать в нижний брейк. Давать интервью всем возможным каналам. И приставать и делать комплименты всем возможным женщинам. А самое главное, что? Сводовать покатноцей. Отставить карнацеи. Закуска понижает градус. Сейчас я вас научу, как нужно правильно занюхивать. Взяли сухарик. Взяли болтинник. Кто может повторить? Я. Пожалуйста. Отставить. Я сказал, занюхать, а не жрать. Извините, товарищ генерал. Генерал Баком. Я волнуюсь. Я боюсь, что жена после дня мельвина меня убьет. Сержант Убурел, я прекрасно понимаю ваши переживания. Итак, пройдемте на испытание. Итак, начинаем учение. А теперь звони жене и сделай вид, что ты трезвый. Чтобы она поверила. О, да, дорогая. Нет, дорогая. Музыку слушаю. Что еще можно делать на день вина? Люблю тебя, дорогая. Молодец. Ползком в строй. Марш. Итак, теперь нужно выяснить, кто будет айтишником. Может, айтишником? Отставить айтишников. Эти компьютерные мыши-малокасосы понюхают пробку и падают без сознания. Вы должны быть айтишниками, которые стоят где-нибудь в подворотнях и кричат. Эй, ты, иди сюда, есть что, выпей. Да тут без программ не разберешься. Поддерживаю. Поэтому сейчас начинаем учение у Михайловича в подвале. Равнение направо. Шагом кривым марш. Есть, товарищ генерал. Не есть, а пить. Только рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном. Да ладно. Видел? Вот, вот, погас, свет. Все, идем брать его с поличными. Зараза. Отпусти меня. Ты лампочки выкручиваешь в подъезде. Так это вы, дебила, вкручиваете их обратно? В смысле? Май, я черным по белому написал. Не вкручивайте лампочки обратно. Вы шо, хотите короткое замыкание? Так и мы все тут сгорим. Просто я не видел объявление. Май, как ты не видел, вот оно висит. Ну шо, Шерлок Холмс, дело закрыто. Простите, пожалуйста. Че ты жожешь? Че дидо. Идем, 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 идем в Миксис Хатса с запивом. Миссис Хатса. Соня, 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 за ужин, сэр. Соня, Соня, за ужин.